хэй ой с вами шмики мы продолжаем ради тир под названием assassin's creed chronology с чайным окей мы остановились на том что мы выбрались из пещеры я попытался изменить настройки но настройки как чтобы вы понимали не настраиваться очки синхронизации нужно найти осколок анимуса 9 и сундуков 2 и нужно еще дополнительное задание это добыть свиток ассасинов так база данных анимуса что у нас новая люди есть джу дюань джу тюань 1473 1524 год был мастером ассасинов главный пекинского братца а также наставником шао тюнь под его руководством она прошла путь от посвященного до полноправного ассасина какое-то время они провели в европе пытаясь заручиться поддержкой эти аудиторы в деле восстановления братства в китае в 1524 джу был убит тамплиерами в венеции а мне не скажут за мой меч который я получил нет клинок в ботинке это было это был те про меч я меч получила инфу не дают про меч короче я не знаю буду пытаться привыкнуть к управлению я знаю что будет долго но уж извиняйте уж извиняйте надо бы повнимательнее осмотреться окей что здесь у нас есть по-любому ешь снизу начинай так ведь все на буду прыгать как во всех играх ассасинов так раз разломчик боеприпасы 2 разлом чек 3 4 ни хера себе монет там идти идти и все все тихо а у тебя это тоже тихо Да, в другом всё тихо. А, вон нам, на что. У-у-у, монах мне повезло. Блин, шутка, что я не могу вообще одолеть и одолеть камеру. Так, ладно, сейчас повернётся и я запрыгну. Потому что, смотрите, я нажимаю поворот. А, нет? Ну ладно. Тогда окей. Заметьте, что всё нарисовано. Типа красками, не знаю чем. Типа красками, не знаю. Заметьте закрытых дверей. Я понял. Ну, примерно я понял. Так, а наверх у меня только с той стороны, да? Так, подожди, там ещё куда-то есть проход. Ага, понял. Спасибо. Найдите три свитка ассасинов. Целых три. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Немножечко Принца Перси. Так, чё это? Почему я должен постоянно на П нажимать? Я не хочу нажимать на П. Есть. Почему я должен нажимать на П? Это не то. Чего я должен был за это время успеть пробежать? манать карта карта немножечко такая неудобно так больше ничего ну чё мне дальше зараза так ладно тогда сейчас заберу этот Лайдненько. 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 Вот и всё. Вот и всё. Смысл отвлекать. Так, а был ли там... Подожди. Наверху проход, мне интересно. Ясно. Ясно. Ладно, тогда сюда. Раболейщик. Новый противник. Проверим твои рефлексы. Как молния. Попробуй ещё раз. Неплохо. Теперь убей его. Отлично. Твоя подготовка почти завершена. Он пойдёт обратно, я его убью. Готово. Так, ножик. Есть. Сундук. База была на своём. Люди. Арбалетчик. Владеет мощь дальнобольным оружием. Да и в ближнем бою может использовать свой арбалет. Будьте на готове, чтобы уклоняться от летающих от вас болтов. Так, документы. Статуи Майзишань. В горах Майзишань находятся тысячи буддистских статуй. Высотой от 10 сантиметров до 16 метров. Эти статуи отличаются от других тем, что они вырезаны прямо в скале. Они сделаны из глины. Арбалет. У арбалетов длинная история. Это оружие упоминалось ещё в знаменитом трактате. Сунь-дзи. Искусный воин. Который был написан между 4 и 6 веком до н.э. Вероятно всего, именно китайские изобрели первый многоядерный арбалет. Желобук с болтами позволяет значительно облегчить перезарядку оружия. Свиток первый. Шай-дзюнь. Родилась в 1505 году. Исф воспитавалась, чтобы стать наложницей императора. И жить в запертом городе. Сперва она была одной из многих девушек, которая мечтала стать женами императора. Её обучали всему, что традиционно умели делать императрицкие наложницы. Вышивать, печь и читать. Однако, со временем Шао-дзюнь проявился талант к танцам и музицированию. Её кошачья грация пленила императора Джунде. Ему нравилось насмехаться над императорским двором. И он сейчас использовал юную Шао-дзюнь в качестве шпионки или воровки, чтобы позже посмеяться над евнухами или своим приближённым императором. Также заперты подёргивали Шао-дзюнь в винтование ног, чтобы та не потеряла возможность танцевать. Даже не несмотря на то, что винтование было необходимым атрибутом формирования женской красоты. Ага. Так, руководство. Так, по пути ничего не потерял. Нет, нормально. Сойдёт. Так, тихо. Ещё за бред. Найдите цветок ассасинов. Показалось, что тут что-то было. Так, вверх-вверх-вверх. Тут ничего нету, да? Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Паркур-паркур-паркур. Новое движение, молодежное движение. Куда-то мы идём вверх. Вверх горы, как я понимаю. Так, нажмите 4. Хотя пускай меня грохнут. Клевать, пускай лучше я сдох. Хотя главное, если... Если сама внизу буду снова залазить. Не, не сама внизу. Не, неудобно просто... Херней этой заниматься. Вверх-вверх-вверх. Вверх-вверх. Когда вы двигаетесь по кустам белый контур, в кустах можно спрятаться, чтобы враги вас не изменили. Сиди. Сиди. Я тупой. Да. Да. Но это ж надо было использовать. Я забыл, что шум травы. Ладно. Делаем таким образом. Есть. Максимум припасов. Ужение и максимум припасов. Чё это, блядь, было? Да уж. Так, и теперь я должен искать свитки. Здесь мы хранили свитки ассасина. Я должна вернуть как можно больше. Так, давайте сначала на эту, потом пойдем на ту сторону. Можно больше свитков. Ой, тихо. 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 Ага, вот он я. Ща я на ту сторону перепрыгну. Готово. Ни хера себе. Так, тогда через верх пойду. Да, емолки. Ее ломки. Так, еще синхронизаторку вижу. Так, свитки. Так, теперь обратно. Так, подожди. Вот это мне немножко в арсинхрон кидает ой, я чуть хп не потерял. Кто бы мог подумать, дом ассасинов стал темницей для тех, кто повинутся Джан Юну и его тихо. Мир станет, когда мы наконец проговорим или переставим их у всех. Что детство переставим их у всех. Горь. Да елый полон, чей вас так то хера. Ух. 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 Ага, тут тупик. Ну, я, в принципе, могу его грохнуть. Потом быстро пробежать и убить этого. Вот и все. Ага. Это бомба. Так, подождем. Лучше не рисковать лишний раз. Просто вдруг он может вниз посмотреть. Поэтому я рисковать не хочу. Поэтому я рисковать не хочу. Лишний раз. Бронза. Причем бронза. Но если я не бегу, то птицы не слышат. Так, не, подожди. Мне нужно забрать эту синхронку. Только как бы это провернуть. Мне только убить так придется. Только так. Либо как-то забайтить птицу, но они навряд ли подойдут к птице. Только так. А иначе мне нужно было байтить птицу. Но... Хотела посрать. Убил, убил. Так, максималка. Сразу забираем, вдруг потом пригодится. Так, наверху есть сундук. Так, стой, 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 я ж не знаю, куда он потом пойдет. Убил. Убил. Как. Как. ладно пускай меня убивают если бы можно было как-то блок сразу на две кнопки распределить было бы хорошо ладно давайте почитаем насчет птички что мне там даются данные птицы стражник позволяет так использую птиц для обнаружения чужаков если вы будете двигаться в поле внимания птиц слишком быстро бежать или резко например прыгать они привлекут внимание стражников и двигается медленно или прыгнувшую вы не привлечете внимание птиц привнувшись птицы поднимут тревогу если против них использовать шумовый дротик петарду или метательный нож сейчас используем все это так окей Так, хорошо. Ой, тихо-тихо, он уже может вниз посмотреть. Слушайте, он уже не посмотрит. Да иди давай обратно, я твой труп не хочу нести. Так, я могу подняться через верх, спрятаться, либо пойти туда, где этот ходит. Так, не успел. Ну, во время, пока он будет сюда идти, я его убью. Перепрыгну туда. Подожди, что это было за... А, это они просто вдвоем смотрели. А, в принципе, да, это шар-балетчик. У него угол, радиус обзора побольше будет. Тихо. Интересно, что в сундуке. Хотя, это, скорее всего, воспоминания наши. Есть. База данных, документы, свиток второго. В детстве, Шао Цзинь стала свидетельницей казни лидера тигров. Небольшой, но влиятельной группировки. Евнухов. Евнухов. Император Джэнде узнал, что лидер тигров, Лю Цзинь, замысел убить его и подвергнул предателю ужасной пытки. Линчи, известный также как смерть от тысячи надрезов. Евнух. Умирал два дня. И юная Шао Цзинь навсегда запомнила, какое наказание грозит тому, кто предаст императора. Лю Цзинь украл много золота и серебра из налоговой казни, однако его предали и схватили собственные люди во главе с Джан Юмом, агентом тамплиеров, который в результате стал лидером тигров вместо Лю Цзинь. Так, а сколько я уже собрал? А, я уже все пособирал. Все, найс. Тогда идем завершать. Так, а как посмотреть на крайвид? Да, вот так. Ясно. Готово? Гао Фэн мертв. Как и Май Юнь Чен. Мясник? Отлично. Наш план сработал. Кто следующий? Терпение, сестра. Главное – осторожность. Теперь Джан Юн и его тигры правят всей империей. Сегодня он лишился двух тигров. У Гао Фэна шкатулки не было. В этот раз мне не удалось ее вернуть. Не волнуйся. Мы с самого начала знали, что рискуем. Если бы тебя поймали без шкатулки, то скорее всего убили бы. Мы вернем ее. Возможно, тамплиеры приведут нас к недостающей части. Возможно. Ну, а я боюсь, что мы сами отдали врагам опасное оружие. Отдыхай, сестра. Вместе мы освободим нашу землю от тамплиеров и их пешек. Джан Юна и тигров. Мы возродим братство. Вот так вот. 26 минут мы проходили. Улучшение. Улучшение. Инициализация. Инициализация. Макао. Оживленный порт. Но мало кто знает, что по ночам тамплиеры здесь продают в рабство тех, кто им не угоден. Я нашел шкатулку Шао Цзюнь. Она находится у Юйда Юна, еще одного тигра Джан Юна. Его называют работорговцем. Так все эти зверства на его совести? Мне следует нанести ему визит. Будь осторожна, сестра. Темплиеры обыскивают все корабли и каждый груз. Теперь они будут искать нас. Я знаю, ты без труда убьешь их. Но лучше не попадаться никому на глаза, пока ты не найдешь свою жертву. Ну что, на этом мы с вами заканчиваем порт. 1526 год, Макао. На очереди Юнь. Даун. Да, Юнь. Чтобы добраться до своей цели, Шао Цзюнь предстоит проскользнуть мимо тамплиеров, обыскающих приплывающих корабли. Окей, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.